Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не просто так в Священных Писаниях разделено. Есть десятина, а есть пожертвования. Есть десятина, которая обязательства, неотъемлема, а есть пожертвования, которые ты даешь по своему желанию. — Это какое? — На русском языке написано, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. — На еврейском языке написано, так же как в синодальном переводе, скажи сынам Израилевым. — Сказать сынам Израилевым, чтобы они принесли от усердия все, что они хотят. — Потому что это и есть пожертвование, отдать то, что ты хочешь, доброхот на то, что лежит у тебя на сердце. — И вот в третьем стихе написано. — Вот приношения, которые вы должны принимать от них. — Золото, серебро, медь и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, висон и козью. — Это вообще? — И кожи бараньи и красные, и кожи синие, и дерево сетим. — Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения. — Те вещи, которые в то время считались дорогими. — Если бы человек действительно хотел принести то, что он хотел сам пожертвовать. — То каждый человек, наверное, бы сказал, я выпекаю хлеб, я занимаюсь пшеницей, я принесу от плодов того, что у меня есть, я занимаюсь мясом. — Я принесу мясо, другой, я занимаюсь сельским хозяйством, я принесу овощи и фрукты, зачем мне сильно напрягаться? — Потому что если я хочу быть частью народа, который приносит жертву, я принесу то, что мне удобно. — Но здесь Бог говорит, нет, вы можете принести определенные вещи, которые дорогие, и которые я хочу, чтобы были в скине собрания. — Люди — это материальные существа. — И как написано, что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. — То есть, если ты будешь частью этого, то ты чувствуешь частью этого. — Если ты что-то дорогое для себя, отрывая от себя, принесешь Богу, то ты будешь частью этого. — А если ты просто принесешь, что тебе не жалко, что тебе удобно, то здесь это не будет рассматриваться как жертва, как какое-то вложение. — Жертву или пожертвование можно разделить на несколько частей. Я хочу сейчас поговорить про две части. — Например, на работе мы жертвуем своим временем, мы жертвуем своими знаниями, образованиями, иногда здоровьем и физическим, эмоциональным. — Мы не просто жертвуем, мы жертвуем взамен зарплаты, взамен того, что у нас будет за это материальное вознаграждение. — И есть другой вид жертвы или пожертвования, когда ты жертвуешь чем-то, может быть даже материальным. — А в замен ты не ждешь материальной награды. — И я называю это качественным временем. — В прошлый раз Руслан говорил про качественное время между мужем и женой. — Нужно вкладываться, зачем нужно уделять время именно качественному времени? — Качественное время со своей женой, со своими детьми. — Для того, чтобы было больше близости, понимания друг друга, уверенности друг в друге. — Это время не когда ты можешь заработать деньги. — Иногда ты, наоборот, много тратишь денег для того, чтобы провести качественное время. — И неважно, день это два, одна неделя или две. — Для того, чтобы уделить время своей семье, когда ты можешь в это время не брать отпуск, а больше заработать денег. — Но ты уделяешь это время для того, чтобы провести его со своей семьей, с женой, с детьми, с друзьями, может быть. — И ты жертвуешь материальным, чтобы у тебя было качественное время. — Я думаю, что это та жертва, которую имел в виду Бог. — На еврейском языке эти два слова похожи. — Жертва, и для чего. — Я думаю, что здесь мы можем пожертвовать чем-то, и даже материальным, или дорогим для нас, для того, чтобы провести качественное время с ним. — Все знают этот случай, когда Иешуа сидел в храме и наблюдал за тем, как люди жертвовали, и пришла бедная вдова и положила две лепты. — Иешуа сказал, что она дала всю свою жизнь. Она этими двумя лептами положила все свое сердце перед Богом. — Если приходит к тебе человек и говорит, поделись со мной своим глазом, то ты скажешь, нет, я не могу, я могу тебе почку отдать, но не глаз. — Здесь эта женщина пожертвовала своим сердцем. — Я в четверг здесь был, чтобы забрать ребенка с музыки. — Здесь была группа, которая молилась в четверг. — И я, когда зашел в это помещение, я почувствовал, что люди проводили качественное время. — Я думаю, что каждый верующий прежде всего должен искать в качественном времени проводить с Богом. — И не нужно подумать, как убрать время, чтобы получить хумару, чтобы уничтожить больше, или чтобы уничтожить время и все что есть для нас, для времени и их уничтожить с мужчинами, с мужами, с мужами и с Иоаннами. И не все только время жертвовать ради собственного обогащения, а знать, иметь правильные приоритеты, искать Бога, искать времени со своей семьей для того, чтобы пожертвовать самым дорогим, что у тебя есть в наше время, это время. — Для меня это было основным посланием в этой недельной главе. — И для меня это было главным посланием, что от каждого требовалось принести что-то материально дорогое для того, чтобы вложить в строительство скинии, где потом они смогут проводить качественное время и искать Господа Бога. — Я думаю, что каждый должен принять решение и самое дорогое время пожертвовать поиску Бога и провождению со своей семьей. — Пусть Господь даст нам это желание. — Субтитры создавал DimaTorzok